Главу прокуратуры Хенчешского района подозревают вне законом обогащения указаний ложной информации в налоговых декларациях. Максима Гроппу поместили под судебный контроль на 30 суток. Прокуроры намерены обжаловать решение суда сектора Чикана в апелляционной палате. На заседание Гроппа не явился и своей вины не признает. Не явился на заседание, потому что ему не безразличен институциональный имидж прокуратуры. Руководитель прокуратуры Хенчешт отказался явиться на заседание суда. Его адвокат нам поведал, что Максим Гроппа своей вины не признает и готов доказать свою непричастность к этому делу. Он не виновен. Мы уверены, что прокуроры в качестве беспристрастной стороны внимательно изучат все обстоятельства и придут к заключению, которое не соответствует предъявленным обвинениям. Два дня назад главу прокуратуры Хенчешт задержали его обвинили в незаконном обогащении указаний ложных данных в декларациях. Прокурор, который ведет это дело, требовал поместить обвиняемого под домашний арест. Я выдвинул ходатайство о помещении обвиняемого под домашний арест с применением электронного браслета для недопущения его вмешательства в уголовное расследование. Более того, мы требовали, чтобы предварительный арест он отбывал по месту проживания, указанном в декларации об имуществе. В итоге судья Сергей Чобану частично удовлетворил ходатайство и поместил Максима Группу под судебный контроль на 30 суток. Прокурор намерен обжаловать это решение в апелляционной палате в ближайший понедельник. Ранее прокуроры по борьбе с коррупцией провели семь обысков у самого Группы. Оказалось, что двухэтажный особняк прокурора якобы записан на его отца и не был указан в налоговой декларации. Обыски проводились в двух квартирах, принадлежащих прокурору, а также в его автомобилях и в рабочем кабинете. При этом одна из двух машин, на которой передвигался Группа, тоже была оформлена на его отца. В налоговой декларации прокурора также была указана его доля в квартире и автомобиль, приобретенный в 2010 году за 3000 лев. К слову, Максима Группу назначили на должность руководителя прокуратуры Хэнчешт в прошлом году по решению ВСП.